Общий порядок работы с моделью. Запуск программы сервер и конструктор, создание новой пустой модели, вызов модели в работу, получение лекал различными способами, именование, отработка лекал модели, сохранение лекал и окончание работы в программе. Первое. Запуск программы сервер и конструктор. Второе. Создание новой модели. В окне работы с базой вводим параметры новой модели, наименование, код модели, фамилию конструктора. Выбираем шкалу размеров и устанавливаем в ней рабочий диапазон размеров и ростов. Двойным щелчком в ячейку назначаем базовый размер модели и выполняем команду создать новый предмет. Третье. Вызываем модель в рабочее окно для работы с лекалами на экране. Четвертое. Получение лекал. В программе можно получить новые лекала различными способами. Например, вызвать построение базовых основ и конструкций из программы дизайн. Можно также оцифровать бумажные лекала и разводки на дигитайзере. Можно конвертировать готовые модели из других форматов. Новые безымянные лекала необходимо именовать для сохранения их в модели. Пятое. Именование лекал. В окне параметров лекала присваиваем лекалу материал и имя из нужной группы имен. Устанавливаем количество деталей на единицу изделия. Безымянные лекала не сохраняются после очистки экрана и закрытия рабочего окна модели. Шестое. Отработка лекал. Вызываем лекала на экран для отработки модели. Прежде всего, выполняем техническое размножение лекал, если они введены в систему без градаций в одном базовом размере. И начинаем работу с лекалами. наносим модельные линии различной конфигурации. И моделируем по ним исходные лекала. Таким образом, получаем лекала верха. Например, с помощью функции собрать лекала. Создавая группы совмещенных лекал, выполняем проверку сопряжений. Корректируем форму линий либо во всех размерах лекала, либо в отдельных размерах разводки. Промеряем длины и посадки участков лекал с помощью команды так называемой алгебры швов. Например, чтобы уравнять два участка, находим разность их длин и сохраняем ее в буфер. Затем смещаем точки лекала на эту разность, вызывая данные из буфера. Можно устанавливать желаемую посадку на участке. Наращиваем припуски швов на лекале, создавая контур среза. Это производный, зависимый от главного контур лекала. На контуре среза выполняем команды окончательного оформления. Строим различные подгибы низа, выступы, уступы и так далее. Таким образом получаем окончательный вид лекал вверха для раскроя. Аналогично получаем лекала подкладки, клеевых прокладок, вспомогательные лекала с помощью различных функций программы и макрокоманд. Седьмое. Сохранение лекал. По окончании работы с моделью необходимо сохранить лекала в базе. Оканчиваем работу в программе. Очищаем экран от лекал. и закрываем окно рабочей модели и общее окно программы.